Вместо льда линолеум, расстелены прямо на улице на асфальте, вместо коньков кроссовки. Сегодня у них по графику отработка бросков. Вот в таких условиях вынуждены теперь проводить тренировки хоккеисты школы известного земляка Алексея Черепанова. На сегодняшний день, вот сейчас наступает осень, дождливая пора, нам заниматься негде. Нам не предоставили альтернативы, то есть ни спортзала, ни площадки, ничего нет. Раньше точно такие же тренировки проходили под крышей, вот в этом здании. Только сооружение уже несколько месяцев закрыто. Причина – само строение якобы до сих пор не введено в эксплуатацию. Есть проблемы, уверяют тренеры, и с противопожарной безопасностью идут суды. Мне кажется, просто элементарно чиновникам просто до детей никакого дела нет. Спортом кричат на всех углах, что надо развивать спорт, детский спорт. А где он детский спорт? Ну вот так вот заниматься? Ну вот да, вот это детский спорт. Это называется спорт высших достижений, да? Вдобавок к этой новой истории административный корпус, в котором расположены раздевалки, хранится вся амуниция, говорит детский тренер Алексей Лопатин, и вовсе хотят снести. Вот раздевалки, раздевалки. Маленькие, но тем не менее, тепло, душ, душ, все здесь есть, туалет. На этом месте, рассказывает Алексей, планирует построить новое здание для общеобразовательной школы, на территории которой открыта база. Об этом тренер узнал из-за разговора с городскими чиновниками. Пока все устно идет, то есть документов нет никаких, то есть в последней беседе с директором нашей школы непосредственно в пятницу разговор был, то есть мне сказали прямым текстом, ищи место для работы, то есть ищи коробку, где ты будешь заниматься с детьми. То есть с первого сентября ты здесь даже не имеешь права находиться. В качестве альтернативы черепановцам предложили апартаменты в другой школе, правда до нее идти почти полкилометра. Особенно после тренировки в амуниции миссия практически невыполнима. Добрался, но там, говорят, не будет даже воды. Выход нашли такой, снести одно здание, детей выкинуть на улице, других под крышу. Под крышей дома своего, это, видимо, не про них. За последнее время спортивная школа растеряла большую часть воспитанников. Кто-то перешел в другие, кто-то и вовсе бросил занятия. У меня сейчас осталось 12 человек. У меня 12 осталось. Дети уходят на более лучшие условия. Их можно понять. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.